Бареф Дзес, Сирилиен Кернер. Здравствуйте! Меня зовут Андрей и это новый выпуск проекта «История Армении». В прошлый раз наша беседа коснулась Армении в эпоху багратидов, а сегодня речь пойдет о нашествии турок-сельджуков и княжестве закорянов. Приступим! Турки-сельджуки Турки-сельджуки в начале XI века завоевали Персию и основали большое сельджукское государство. Отдельные отряды сельджуков совершали набеги на территорию Воспуракана еще в 1016-1020 годах. В 1047-1048 годах они организовали первые большие походы в Армению, а в 1054 году новый поход в Армению возглавлял сам султан Тогрулбек. Походы совершались с целью грабежа и разбоя. В отличие от предыдущих, поход султана Алп Арслана в 1064 году был совершен с целью завоевания региона и укрепления турок-сельджуков в завоеванных территориях. Он захватил Албанию, Восточную Грузию и Северную Армению. Три армянских царства Сюник, Карс и Лари признали власть Алп Арслана. В 1065 году, не выдержав варварскую власть сельджуков, последний царь Карса Гагик Аббасид Багратуни завещал свои владения Византией и переправился в ее восточные области. Византийская политика по завоеванию армянских царств и уничтожению их военных сил повернулась против нее самой. Надежный христианский щит на Востоке оказался разрушенным, и Византия стала подвергаться нашествиям турок-сельджуков. Император Роман Диоген IV лично направился на Восток, чтобы изменить ситуацию, однако потерпел сокрушительное поражение в битве под Манаскертом и сам попал в плен. Чтобы спасти собственную жизнь, византийский император уступил значительную часть восточных владений Византии. Сельджуки полностью завоевали Армению. Последствия сельджукского ига были катастрофичными для Армении. Цветущие цивилизационные очаги своего времени были сожжены и разрушены. Сельджуков-кочевников интересовали лишь скотоводческие пастбища, но не письменность, не литература и не высокие культурные ценности. В XII веке пали последние армянские царства на территории Армении – Ларийское в 1113 году и Сюникское в 1170 году. После падения царства Багратидов и сельджукского завоевания большая часть армянских нахараров удалилась Византию и Грузию. Грузия для армян приобрела особенно важное значение после Монаскерской битвы 1071 года, так как Византия потеряла свои владения на Востоке, а Грузия была не только соседней и христианской страной, но к тому же там правили грузинские Багратиды, которые были младшей ветвью армянских Багратидов. Потому что еще в 897 году Сымбад I признал царем своего родственника, князя Артнерсеха Багратуни, и заложил основы царства грузинских Багратидов. Возвышение грузинского царства началось при Давиде IV Строителе. Анийцы восстали и с его помощью попытались скинуть власть сельджуков в 1024 году. Но, к сожалению, через два года восстание было подавлено. Одна из ветвей рода Артсурни в середине IX века переправилась в Северную Армению и обосновалась там. По имени представителя этой ветви Закарии она называется Закарян. Сын Закарии, Саркис Великий, сыграл важную роль в подавлении восстания против грузинского царя Георгия III, и благодаря этому Закаряны Артсурни стали одним из шести крупнейших родов Грузии. Закаряны Артсурни достигли более высоких позиций в правлении царицы Тамары, которая назначила в 1185 году Саркиса Великого верховным главнокомандующим армяно-грузинских войск. В 1187 году, после смерти Саркиса, его должность перешла к его сыну Закаре, а другой сын Иваны стал великим везерем грузинского двора Иотабеком, воспитателем царевича. Закаре и Иване во главе армяно-грузинского войска начали освобождение с северо-восточной Армении от сельджуков. В 1196 году была освобождена крепость Амберт со своими окрестностями, в 1199 году – Ани, а в 1202-204 годах – Двин и Араратская долина. В результате триумфальных походов 1196-1211 годов Закаряны полностью освободили территории нескольких провинций бывшей Великой Армении – Айрарата, Гугарка, Арцаха и Сюника. Северную часть Турумберана, западные области Утика и северо-восточной области Васпуракана. Закаряны, которые в собственных лапидарных надписях предстают представителями рода Арцурни, после освобождения северо-восточной Армении и особенно Ани, провозгласили себя преемниками армянских багратидов, называя себя царями и шахиншахами, что носило чисто символический характер. Северные и восточные области Армении вздохнули свободно. После варварского иго турок-сельджуков восстановилась творческая жизнь народа, были созданы важные научные и культурные ценности. Однако в 1220 году начались нашествия монголов. В этом году объединенные силы грузинского царя Георгия Лаши и Ивана Закаряна потерпели поражение от монгольских войск, которые удалились после грабежей. В период с 1236 по 1944 годы монголы окончательно завоевали восточные и северные, а после западные и южные области Армении. Закаряны занимали важные позиции при грузинском дворе до конца XIV века. В грузинских источниках они известны как Мхар-Дзели на грузинском широкоплечий, почетное имя и эпитет царкиса великого Закаряна. Под властью монголов это имя было переведено и изменилось на Аргутян, от слова Аргут, долгоплечий на монгольском. В конце XVIII века и начале XIX аргунтианы-закаряны в числе остальных аристократических домов Грузии были признаны Российской империей. Одна из их ветвей стала частью русской аристократии и была известна своим родовым именем Аргутинские долгоруки. Значительная часть гробниц представителей рода Закарян-Аргутян-Аргутинских, восходящего к роду Арцруни, находится в Ахпате и Санаине. Спасибо за просмотр! Если вы еще не видели предыдущие выпуски «Истории Армении», обязательно ознакомьтесь и будьте в курсе новых выпусков проекта. Изучайте историю Армении вместе со мной. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok